Приветствую дорогие друзья! В предыдущей серии пришлось не самостоятельно изготавливать переходники дополнительного питания для того, чтобы запитать 6 видеокарт. И 6 видеокарт это было неспроста сказано и неспроста показано, потому что практически сразу, буквально через 5 дней после того, как я собрал 2 сборки по 4 карты, я решил докупить еще видеокарт. Да, золотая лихорадка дает о себе знать и пришлось докупить еще видеокарт. Первый аргумент. Дешевая цена видеокарт. Они мне достались максимально дешево, как и предыдущие, и даже еще дешевле. Чувак мне даже еще по косарю скинул на каждой карте. Второй аргумент. Материнские платы рассчитаны до 7-8 видеокарт. То есть 4 видеокарты для них это полный пустяк. Третий аргумент. Блоки питания на 850 Вт спокойно должны вытянуть 6 видеокарт. Нагрузка 4 видеокарты по 100 Вт для них мелочь на самом деле, и можно ставить спокойно 6 карт. Что я собственно и сделал. Поэтому пригодились переходники дополнительного питания. Потому что родных проводов с блока питания хватает только на 4 карты. Так вот, докинул я в общем такую сборку. Сейчас у меня 2 сборки по 6 видеокарт. Стоят, пыхтят и трудятся. Что касается доходности и того, сколько мне это дело обошлось. Грубо говоря, со всеми доработками и нюансами, эта ферма мне уже обошлась в 67 тысяч рублей. Более подробно по окупаемости, потреблению и прибыли я буду рассказывать в отдельном видео с выводом денег. Первый вывод уже состоялся, скажу я вам сразу и все прошло окей. Майнинг ферма начала себя окупать. Что касается текущей ситуации, на момент установки всех 12 видеокарт и загрузки их по полной программе, без разгона еще, об этом тоже будет отдельное видео. У меня была прибыль примерно около 500 рублей с одной и 500 рублей с другой. То есть 1000 рублей в день в среднем получалось. Если перейти на сайт NiceHash, там можно контролировать собственные риги. Количество ригов 2, количество заработка. Переходим во вкладку майнинг и вот фактическая прибыль. Локальная и фактическая. То есть примерно от 800 до 1000 рублей на момент записи этого видео. То есть 15 августа была примерно такая доходность. Если считать примерно по 800 рублей в сутки, то окупаемость примерно 83 дня. Это 2,5 месяца, практически 3 месяца. Но опять-таки стоит сказать о том, что это на момент 15 августа. Соответственно дальше курс биткоина и курс эфира рос и доходность повышалась. Об этом поговорим уже в следующем видео. Сейчас такая ситуация, что все это дело работает. Все это дело работает стабильно. Видеокарты на данный момент уже прошиты, разогнаны. Также будет отдельное видео по разгону видеокарт, прошивке биоса, таймингов, снижению потребления и увеличению хешрейта. Карты уже сейчас стоят в разгоне с доунвольтом. Сейчас у них потребление ниже, температура ниже, обороты на вентиляторах ниже, но при этом доходность выше, потому что хешрейт вырос. И об этом будет отдельное тоже видео. В общем, ребят, как-то так. Текущую ситуацию я вам обозначил на тот момент, когда снималось это видео. По мере выхода новых серий будет уменьшаться временной промежуток. И однажды выйдет очередная серия, которая будет уже день в день. То есть сегодня я отснял, сегодня я смонтировал, сегодня выложил. И максимально объективная будет ситуация описываться в текущем видео. Но на данный момент еще несколько видео будут выходить в прошлом времени. Давайте подытожим для тех, кто может пролистал абсолютно все видео, чтобы посмотреть именно финал, именно конец. Две сборки по 6 карт, доходность примерно 800 рублей в сутки при текущем курсе биткоина на момент 15 августа. Заметьте, 15 августа практически месяц уже прошел, но на тот момент окупаемость была расчетная примерно 3 месяца. Без учета электроэнергии, об этом поговорим в отдельном видео про вывод денег. Я там посчитаю, за сколько дней оно намайнило, и сколько денег уходит на электроэнергию, и сколько чистыми с этого остается, какие комиссии и так далее. В общем, на этом все, ребят. Если видео было для вас полезным, либо интересным, я думаю, вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. 26 августа, 4 часа 55 минут утра. Видеокарты выдают 29,2 мегахэша в среднем. Разгон удался. Продолжение следует. Продолжение следует...